В эфире новости сейчас с вами Анастасия Богомолова. Здравствуйте. Голова белорусского государства сегодня встретился с секретарем Совета Безопасности при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым. Новое качество сотрудничества опирается на соглашения, достигнутые на уровне лидеров двух стран в рамках недавнего сентябрьского официального визита президента Беларуси в Узбекистан. Именно тогда было принято решение сформировать и взять на контроль подробную дорожную карту по всем направлениям взаимодействия. Визит секретаря Совбез Узбекистана как раз и наполняет реальным содержанием большой блок военно-технического сотрудничества стран. Я говорил президенту Узбекистана, что пусть приезжает любой представитель президента Узбекистана. Мы ему покажем все, расскажем, покажем, что будет интересовать в данном случае оборонный комплекс Узбекистана. Начиная от кадров и заканчивая вооружениями. Что мы можем сделать, вы в общем-то знаете. Ну и кое-что уже посмотрели, что еще не успели посмотреть, то вы посмотрите. И я еще раз заверяю вас, что все наши договоренности с президентом Узбекистана святы. Мы обязательно выполним взятое на себя обязательство. План взаимодействия в военно-технической сфере на ближайшие два года включает в себя подготовку кадров, модернизацию военной техники Узбекистана силами белорусского ВПК. Кроме того, официальный Ташкент не скрывает интересы к передовым разработкам отечественного оборонного комплекса. В частности, речь идет о системах залпов огня Полонез, легкой бронетехники Каймана и беспилотниках. В белорусскую ID-карту может быть внедрен платежный сервис. Об этом сегодня сообщил зампредседатель управления Нацбанка. Напомню, первые документы нового образца можно будет получить с января 2020 года. Они заменят паспорт. Новость, которую обсуждают все мировые СМИ. Сегодня появилась информация, что фрагменты тела журналиста Джамаля Хашкаджи нашли в колодце на территории Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом заявил глава турецкой оппозиционной партии «Родина». Правда, официального подтверждения пока нет. Крупное ДТП в Киеве. Грузовой автомобиль смял 17 машин. Пострадали и три человека. По некоторым данным, у автокрана отказали тормоза. Движение по дороге в центре города заблокировано. Оранжевый уровень опасности из-за ветра объявлен в Беларуси. Сегодня, в второй половине дня и в ближайшие двое суток, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Завтра на большей части страны дожди максимальная температура 9 градусов тепла. Это были главные новости к этой минуте. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Хорошего дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова